Десятки тысяч жителей Славянска вторую неделю живут без водоснабжения. Спасатели ежедневно разводят питьевую воду по школам и больницам. Автоцистерны приезжают и во дворы местных жителей. Но на всех воды все равно не хватает. Почему город обезвожен, выяснял Алексей Куделя. Без воды в Славянске остались 10 тысяч семей. Из-за особенностей ландшафта и изношенных сетей, аварий на водопроводах и канализационных коллекторах здесь обычное дело. На этот раз город частично обезвожен уже почти как две недели. Уже вторая неделя. Сказали, что в той неделе это четверг на пятницу. На 10 суток. В Славянске ремонтируют водопровод. Рабочие трудятся при любой погоде. На коммунальщиков местные жители не сетуют. Говорят, лишь бы скорее починили. Ну ничего. Я надеюсь, что что сделаете. Мы хоть что-нибудь лучше будем. В больницы и учебные заведения воду привозят сотрудники местной службы по чрезвычайным ситуациям. Если раньше в школах не могли поделить мел и учебные часы, то теперь предмет споров – ведра. Это моё. А мы сейчас тебе отдадим. Воду развозят двумя автоцистернами. Но этого не хватает, жалуются местные жители. Там много. Разве четыре вот это вот много? Хотелось бы. Увеличить количество автоцистерн местные власти не могут. Машины Славянского водоканала были повреждены в результате боевых действий в прошлом году. Вместо новых авто решили выделить дополнительную бригаду, чтобы скорее отремонтировать водовод. Вчера выезжали туда рабочим совещанием. И городской голова и я приняли решение, наверное, в субподряд завести одну из моих бригад специалистов, чтобы быстрее оказать им по переключению этих узлов и к концу недели дать водоснабжение на город Славянск. В Славянской мэрии местных жителей просят потерпеть. Ведь уже скоро в городе появится новый водовод. А в следующем году планируют заменить еще несколько участков сетей. К тому времени обещает градоначальник пополнится и автопарк водоканала. Для того, чтобы подготовиться к следующим ремонтным работам водоводов, будет закупаться техника, а именно бочки для подвоза питьевой воды. Ну и, соответственно, уже все работы, которые будут организованы в дальнейшем, будут более детально просчитаны и подготовлены. Ремонт водопроводов в Славянске планируют закончить в течение недели. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс».